Здарова, народ! Короче, я тут с одной новости прогорел. В общем, в Ростовской области чувак оставил вместо себя в СИЗО своего кореша. Он переоделся в его одежду, надел парик и свалил оттуда. И прикол в том, что этот кореш попал в изолятор по поддельному удостоверению адвоката и провел там два месяца. То есть чувак очень сильно хотел в самоизоляцию, но у него постоянно появлялись дела. Его звали на работу, он не знал, как себя ограничить, и вот решил вместо своего кореша в тюрячку вписаться. Ну а еще, эта новость, правда, не особо свежая, я просто с нее максимально в ахуе. Несмотря на пандемию коронавируса, наши московские власти решили въебать 12 миллиардов отборных рублей на благоустройство города, пока все сидят дома. Решили устроить ремонт, вот. Я жду какую-нибудь еще охуевшую сумму по поводу перекладки асфальта на МКАДе ежегодную. И в проекте, я думаю, они в этом году внесут изменения, чтобы к следующему году колея была сантиметров на 8 глубже, чтобы еще через год можно было въебать еще больше бабок во все это дело. Вот такие дела. Погнали! Принятие совместных решений неотъемлемая часть семейного благополучия. Но когда встает вопрос о выживании в условиях самоизоляции, здесь может возникнуть легкое недопонимание. Нет, не готовы. Мы ко всему готовы. Не готовы? Да нет, конечно. Но если у нас нет ближайшего магазина? Не, у нас есть, у нас есть. У нас нету. Да, у нас нету. Блядь, да определитесь вы уже! Парочка, по всей видимости, всю жизнь не в ладах, но хотя бы для интервью бы сделали исключение. Я готов! А я не готов! Слушайте, мне кажется, я раскусил причину противоречия мужика своей супруги. До стопудов закупил себе про запас пару ящиков водки и гречки-мешок. Вот он и готов, блядь. Я сижу, бухаю, и мне вообще похуй. И мне вот в какой-то момент показалось, что мужик тупо рофлит над своей женой. Отвечаю, он прям вот как будто специально говорит все с точностью, да наоборот. Да-да. И что-то, блин, я не знаю, но я на самом деле в ахуе с того, как чел быстро боты в воздухе меняет. Да за такую движуху ему теперь любой поц на районе предъявить может. По всем признакам ты пес, по всем нахуй, кроме верности, блядь. Да-да. Короче, что-то мне, блядь, подсказывает, что мужик еще поплатится за свои неправильные ответы. Отвечаю, женушка ему теперь даже яичницу нормально не даст пожарить. Я просто, я просто в шоке от такой хуйни, блядь. Вот вы что-нибудь знаете о великой магии стихий? Подобные таинства сокрыты от простых смертных пеленой тысячелетий. Но судя по тому, что происходит в следующем видео, уборщик где-то черпанул пару капель запретных знаний. И использует их во благо ЖКХ. Такой нахуй ураган здесь, блядь. А чувак подметает, ему просто похуй, блядь. Ебать, как все безнадежно, блядь. Вообще, блядь, у него ебать, смотри, что творится, блядь, пиздец, блядь. Ох, ебать, блядь, а ему похуй подметает. О, ебать, он там бурю развел. Раскастовал так, что теперь обратно в кучу собрать не может. Блядь, сука. Кстати, это, между прочим, далеко не первый раз, когда наш кудесник проявляет свои способности на камеру. И, если честно, в прошлый раз у него как-то получше получалось. И вот вас не смутил мусор, парящий в воздухе? Какие-то летающие картонки, пенопласт, блядь. Работы, по сути, хуева тьма, мужик просто возле машины трется. Ты че, ебанутый? Что ты там делаешь? У меня даже складывается впечатление, что он вовсе и не колдун, а просто-напросто... Блядь, 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 блядь. Но вообще терпению юного мага можно только позавидовать. Я, конечно, понимаю, что у них там установка, что все чисто было. Но нахуя впустую-то работать? Можно же было хотя бы мозгами подумать. Я тебе уже говорил, Артем, тебе думать еще рано. Короче, благодаря этому видео мы выяснили одну, блядь, охуеть какую очевидную вещь. Подметать ветер, занятие, пиздец, какое глупое и неэффективное. Но вполне возможно, тут дело в другом. Просто душа требует ежедневных практик, а призвание заставляет... Вы шамана, королем! Всех шаманов, королем! Ну что ж, дамы и господа, настало время для нашей классической еженедельной рубрики... Видео-выбор. Значит так, как обычно, у нас было три кандидата, вот они, посмотрите. И с достаточно мощным отрывом побеждает видос, которую я назвал доставка от экзибита. Слушайте, сама по себе идея вообще небезопасная, но могло ведь прокатить. В теме погрузчиков просто не нашлось опытного дирижера, который бы заправлял оркестром. Сука, вот реально, на что они, блять, рассчитывали? Вот как они могли подумать, что все это не пизданется? Вся эта конструкция выглядит настолько небезопасно, что всего лишь от одного ее вида можно конкретных кирпичей в штаны наложить. Нихуя себе, таких приколов я не видел еще, парни. Ха-ха, Виталик, бамперсы поменял? Я вообще никак не могу перестать охуевать со смекалки этих горе-транспортеров. Почему из всех вариантов доставки они выбрали самый рисковый? Потому что я выбрала сильно, сильно, очень. Хотя я не отрицаю вариант, что они потратили очень много времени в раздумьях, как же все-таки его туда доставить. И когда они к чему разумному не пришли, просто решили забить на это дело хуй. И раз уж такая пьянка, не грех и камеру включить. Ща пизданется, я снимаю. В общем, я очень надеюсь, в следующий раз наши трудяги прибегнут к более адекватным способам доставки. Иначе после пары-тройки вот таких вот доставок к вашему прибыльному бизнесу придет пиздец. Может и бивер. Итак, с учетом того, что сейчас очень много народу ходит в масках, начинают появляться всякие ебаные лайфхаки. Вот, и вот сейчас будет один из таких лайфхаков по поводу того, как можно продезинфицировать, блять, маску. Вот сейчас доктор, врач по телевизору сказала, поставьте все маски в микроволновку на 30 секунд. Ну, будем говорить, на минуту. Закрываем. И сейчас эти маски, ой, блять, все сгорели нахуй. Ну так тебе же сказали на 30 секунд. 30 гребаных секунд что-то дозначит, а она взяла и поставила на минуту. Ну, конечно, похуй, потому что все загорелось гораздо раньше, да? Да, пизда. И вся загвоздка в том, что она теперь даже в магаз сгонять не сможет, потому что дома все маски погорели. И можно было бы, конечно, предложить сгонять ей без маски и взять новую, и все нормально, но Бэйн же четко всем дал понять. Без маски, без перчатки не выходи. Строго будет наказывать и штраф будет. Да и вообще лучше, вместо того, чтобы костер в микроволновке устраивать, поставила бы туда охуительную льняную кашу. Она хотя бы не возгорается моментально и... Она ведь желудок как будто обволакивает. И где, блять, по телеку она такого доктора услышала? Как по мне, такими методами только старый добрый алмаз порадовать может. Я сейчас это почистю, уберу. Ой, блять, все сгорели нахуй. Не, ну серьезно, уж лучше бы она тогда лайфхаком многоуважаемого доктора Попова воспользовалась. И на своем личном опыте проверила, действительно ли... Огурец дает прохладу. Влажность. И скорее всего силу земли. Короче, вердикт таков. В пизду сомнительные лайфхаки. Не надо ебать мозг, ведь самый лучший способ дезинфекции это кипячение. Кипячение или мгновенная смерть. Ну что ж, дамы и господа, спасибо вам большое за просмотр этого эпизода Плюс 100500. Ну че, как вам? Заебись или хуёво? Ну вот, вы просили в комментах чувака, заебись или хуёво на ковер, он вернулся. Так что возрадуйтесь и возрадуйте меня, поставив заебись под этим видео. И напишите комментов, напишите в комментах то, что вы рады чуваку, который вернулся, который заебись или хуёво. Прямо напишите, я рад или я рада, что чувак заебись или хуёво вернулся. И я готова скинуть ему 20 рублей на сиги. Ну и конечно же не забывайте про функцию колокольчик, которую я называю... Колокольцев? Ебашьте. Колокольцев? Чтоб ничего не пропускать. Ну а это был Плюс 100500, впереди вас ждет охуительный музыкальный номер. Меня зовут Максим. Пока. Здорово, народ! Короче, я... Здорово, народ! Вообще, я тут с одной новости прогорел. В общем, и прикол в том, что этот самый кореш... А, и да, и, и, и... И прикол в том, что этот кореш попал в изолятор по поддельному удостоверению адвоката и просидел там 2 месяца. То есть целых 2 месяца он сидел вместо своего... Ещё раз. Ай, стоп, не все выйдут, скажут, ох, нихуя себе, блядь. Вот это, блядь, плитка, нахуй. Вот это, блядь, заеб... Чуваки хуярили сутками. Я ходил до магазина, потом ещё на свеженье пошёл, они всё там хуярят, весь бордюр перехуярили. Все такие съезды, выезды на бордюры были. А они, пиздец, там их работают, человек по 20, там такие толки. Что-то орут там, блядь. Пишем. Да, пишем. Ну а ещё, это, конечно, новость не очень свежая, но я просто с неё вахую максимально. Московские власти въебали 12 миллиардов отборных налоговых рублей на благоустройство города, пока все дома сидят. Они решили уебать капитальный ремонт, как они, в принципе, каждый год делают. Жду, когда опять начнут перекладывать в асфальт на МКАДе. Просто вот каждый год, блядь, после весны образуется ебанистическая колея. Знаешь, мне кажется, они в проекте, блядь, закладывают эту колею, чтобы вот... Так, вот в этом месте по весне должна быть колея, нах... Да, давай за... Но когда встаёт вопрос о выживании в условиях самоизоляции, тут, блядь, может возникнуть, так сказать, лёгкое недопонимание. Но когда встаёт вопрос о выживании в условиях самоизоляции, тут, как бы, может возникнуть лёгкое недопонимание. Ещё раз. Возможно, дама просто на фоне вируса чрезмерно домашнюю панику наводит, а он, как бы, оценил их положение и вещает. Всё, блядь, залупа. Возможно, дама из-за вируса чрезмерную панику наводит, а мужик просто трезво смотрит на вещи и такой, типа, да похуй вообще, в принципе, поебать, блядь, давай задом, да, хуй. Стопнемся Но судя по тому, что происходит в следующем видео Уборщик таки черпанул пару заплетных капель лапанда